Здравствуйте, друзья! Мы опять в цеху. У нас, как обычно, новый проект. У нас бюджетная кухня. Вот у нас чертожца. Она у нас 5,5 метров. Фасад у нас МДФ крашеный. Вот он перед вами. Корпус у нас ДСП Эггер. Белый, базовый. Вот он сам. То есть, корпус как корпус. Ну и по фурнитуре всё как обычно. Петли Блюм, направляющие тандем полного выдвижения Блюм. Есть частичка. Столешница у нас компакт-плита HPL Fandermax. Как её крепить, мы покажем уже на самом объекте, когда мы будем монтировать кухню, потому что многие из вас задают в этот вопрос. Одни пишут, что нужно крепить прям саморезами. Но на самом деле, приклеивается он чётко, никуда он не девается и железно держится на корпусе. Но это всё покажем на месте. Что ещё здесь? Цоколь у нас ПВХ, чёрный браш. Сушка самая обычная. Причём в ней не будет даже дна. И ручки чёрные, по-моему, от Фера Феори. Всё, вот и вся кухня. Тут, как бы, я же говорю, что это самый такой бюджетный-бюджетный вариант. Направляющие, не знаю, но есть смысл показывать. Вот они, то есть тандемы полного выдвижения. Будут ещё петли 155-е с доводчиком. Вот новые они такие, да, блюмовские. Тоже можно отключать, включать доводчик. Ну и, в принципе, вроде бы всё. Вот. Корпус уже Алексей вот один собрал. Это корпус у нас под варочную поверхность. Вот так он выглядит. В принципе, всё остальное у нас будет полностью по стандарту. Как и кромка по передней части 2 мм, так и всё остальное кромкованное кромкой или 0,4 или 0,5 мм. Вроде бы всё. Так что мы эту кухню сейчас быстренько соберём, упакуем и с вами переместимся сразу же на монтаж. Также для новичков, кто впервые на канале, не забываем подписываться. Ну и жимкать колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики, которые выходят каждое в отчетении. Наверное, единственное, чему хотел бы уделить внимание при сборке этой кухни, это корпусу с вытяжкой. Вот. Насколько он сложно сделан. Вот этот проём под 750 мм, вытяжка, скорее всего, 0,07 будет. Может и меньше, не знаю, какая-то нестандартная. Ну и вот эти все воздуховоды, я так понимаю, всё будет выходить в стену. То есть будет стоять просто угол и выводить весь воздух. Вот. Тут есть доступ к петле, конечно, регулировочка так себе, но, по крайней мере, она есть. И все вот эти передние фальш-панели, они полностью съёмные. То есть можно снять как эту панель, так и вот эту панель, и иметь туда полноценный доступ. Там же будет прятаться у нас блоки питания от подсветки. Что ещё интересного в этой кухне, это то, что у нас в корпусе с сушкой не будет дна вообще. То есть заказчик тут принципиально захотел. Мы сделали, в принципе, так, как он захотел. То есть у нас идёт сушка с рамой. Понятно, что вы корпус видите наоборот. Металлическая часть подпирает ДВП, ну и дна не будет. Единственный минус этого всего в том, что здесь нельзя проложить светодиодную ленту. То есть подсветки в этом месте абсолютно никакой не будет. Но если всё-таки хочется в таком исполнении сделать подсветку, то есть чтобы она была в профиле, да, или там в ручке, тогда сушка, получается, немножко опускается. Здесь добавляются две, скажем так, царги, и у них как раз вот можно проложить профиль для светодиодной ленты. Или же по передней части делать, тоже с притоплением, и поставить голо профиль под светодиодную ленту. То есть вот таким образом можно как бы выйти из этой ситуации, это если подсветка нужна. Также смотрите, ящики-тандемы, у нас здесь полного выдвижения, вот. И у нас уже тут есть передняя царга. Почему? Потому что у нас фрезерованный МДФ фасад, это первое. И второе, на него нельзя сделать присадку, именно есть ограничение производства. Поэтому тут у нас уже ящик цельно собранный, далее на него уже будет крепиться сам МДФ-ный фасад. То есть на обычные 30-е саморезы. Единственное, чем нужно быть аккуратным, это то, чтобы в местах, где есть филенки, не пройти саморезом навсквозь. Ну, на всякий случай, знаете, как бывает. Вот. В принципе, тут все. Фасады мы сейчас быстренько накидаем, запакуем и с вами уже точно перемещаемся на монтаж. Друзья, мы приехали уже на монтаж. Напомню еще раз, что кухня у нас, то есть чертежи кухни, вот они какие. У нас есть отдельно стоящий пенал, он как раз будет в нише. Ну и сама кухня у нас прямая, то есть без всяких углов. Вот. Будет два пенала, то есть встроенный холодильник Samsung. Будем закрывать котел. Ну, надеюсь, что вырезаем. У нас все сделаны правильно и мы на месте практически ничего вырезать не будем. Кухня у нас ложится, то есть верхние секции ложатся на плитку. Единственная беда, это гипсокартон. Есть гипсокартон. Вопрос закладной непонятен, потому что заказчик говорит, вроде бы как делали, а вроде бы и не делали. А сами корпуса у нас такие, будь здоров, то есть массивные. Вот. И сейчас будем крепить, будем смотреть, все ли нормально. Также будет встроенная посудомоечная машина, главный минус которой, она будет стоять с этого края. Тут не будет никакой фальш-панели и, короче, как ее крепить, остается тоже под вопросом. Скорее всего, будем бурить, наверное, в плитку. В общем, мы приступаем. Скорее всего, это покажем вам в таймлапс, дабы вы ничего не потеряли и кому интересно, как это все монтируется, собирается, вы как раз этот момент увидите. То же самое, что касается Fondermax, то есть HPL-столешницы, потому что мне говорят, ты неправильно называешь столешницу, она же все-таки HPL, а производитель Fondermax. Пусть будет так, я же не спорю с вами абсолютно в комментариях. HPL-столешница, производство Fondermax, когда будем мы ее приклеивать, я вам этот момент тоже покажу, потому что есть много споров от официальных представителей, они говорят, что ее нужно крепить, то есть засверливать втулки в столешницу и потом ее крепить к корпусу. Но сколько мы не видели этих монтажей от официалов, они такой фигней не занимаются, они ее тоже приклеивают. Потому что когда будем клеить, это все... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok и вопрос в том как монтировать ее как бы на фасаде она смотрелась или наоборот можете поставить на паузу написать в комментариях понятное дело что мы сейчас будем дизайнера дергать и увидите уже конечный результат как бы поставили вы ее тут мне кажется что такие ручки сюда вообще к этой кухне ни хрина не лепятся это чисто мое мнение сейчас столешницу мы будем еще вытягивать будем склеивать я вам тоже этот момент покажу остался у нас еще тут пенальчик собрать это уже на закуску оставим подсветка сделана у нас вот таким вот образом в каждой секции отдельно потому что тут сушка у нас без дна тут у нас вытяжка занимает тут опять подсветка но кухня в целом получается очень интересная мы с Алексеем забыли вам показать как ее мы приклеили ну в общем расскажу в двух словах по всем стойкам по всем царгам нанесем клей клеем вы знаете что мы пользуемся в основном саудал фиксал кристалл все это промазано все приклеено через два часа тут уже хрен эту столешницу совет туда придется только срезать потому так ну осталось нам немножко и обзорчик друзья кухню мы закончили слава богу правда так что-то по времени мы не рассчитали думали быстрее будет но сейчас в принципе обзорчик всего что есть в этой кухне в принципе вроде бы не сложная но кривизна стен конечно дает жару еще гипсокартон короче начпокали с креплением ну короче обозрим все ну давайте начнем с этого типа пенала в ниша ниша тут конечно вообще кривая такая даже срезали немножко этот самый стену чтобы пихнуть этот пенал фасады у нас мдф вкрашенные фрезерованные вот такая вот фрезеровочка цвет белый петли как обычно блюм вот все на доводчиках все работает все закрывается единственный момент с зазорами то есть пенал стоит ровно а что вы понимали какие заказчика стены вот еще по обе стороны вот такая штука так дальше у нас сама уже кухня здесь все распашное тоже такие ручки вот интересные видите все таки вот так мы их разместили здесь будут пользоваться так тут должны были быть еще 155 петли но при таком размещении ручки 155 петля тут увы не открывается поэтому поставили мы обычные петли 110 вот так сушка корпус сушкой да корпус сушкой без дна там есть ребята которые писали что это должно быть так правильно ну вот в общем угодил наверное вам так корпус с вытяжкой вытяжка встроенная Гюнтер Хауэр не знаю кто делает но вот так она выглядит заказчик потом будет подключать все сам то есть тут доступ есть полноценный к тому что куда залезть вот далее просто открыть и тут уже видите стоит петля нормальная пенал пенал один тут спрятал газовый котел есть там вентиляция короче доступ к трубам полно места я думаю что газовщики тут особо сопротивляться не будут и вроде бы как все нормально далее духовой шкаф такой маленький мини кто делает а кто делает производство сам сунг и под ним выдвижный ящик тандем частичного выдвижения далее тут просили нас повторить фрезеровку вот таким вот образом в принципе мы это сделали открывается это все на тяпоне то есть можно будет что-то положить холодильник тоже самсунг вот такой вот строится единственное что он видите звук музыкальный холодильник вот далее давайте со столешниц столешница HPL производство Fandermax тут установлена варочная поверхность индукционная от самсунг и есть вот такая вот моечка нержавейка ну блин смотрится очень круто мне нравится и толщина металла тут такая приличная вот называется вот так кому интересно видно я думаю да видно вот саму столешницу мы подпирали полностью под плитку то бишь чтобы не было никакой обортовки далее посудомоечная машина Bosch открывается вообще четко посмотрите насколько рассчитано все что тут практически миллиметр до выключателя вот ну все офигенно стоит далее корпус с мойкой для любителей поддона алюминиевого угодил тоже потому что он в этой кухне есть когда заказчик не оптимизирует кухню эти все вещи есть но когда идет жесткая оптимизация увы мы бесплатно от себя их добавлять не можем так тут тоже 155 петля далее выдвижные ящики тут есть скрытый тандем бокс Antara и и все остальные это тандем полного выдвижения вот такие они глубокенькие ну в принципе все да цоколь у нас под алюминий или под нержавейку на ПВХ основе здесь есть решетка опять же для вентиляции и в холодильнике кто спрашивал тут есть тоже своего рода решетка только она здесь под низом оттуда даже сквозня кстати фонит вот то есть тут все притопленное но причем сделано так чтобы воздух циркулировал ну в принципе вроде бы как и все все показал все рассказал кухонька вот так смотрится да падает сейчас тень моя потому что солнечная сторона солнце заходит и вот так ее видно в принципе тут все я не знаю что еще вам тут такого показать да есть еще подсветка но я думаю что и вам ее показал и выключается она вот таким вот выключателем в принципе теперь точно все как обычно все свои вопросы задавайте в комментариях ну и если кухня понравилась оцените ее лайком также не забывайте подписываться на канал ну и все такое встретимся в следующем видео а и и Продолжение следует...